Подводные поисково-спасательные работы, ликвидации последствий различных аварий, тушения, пожара. В чрезвычайных ситуациях, где отсчёт времени идёт на часы и даже минуты, новейшее оборудование помогает спасти жизнь человеку. Лишь один из представленных на выставке автомобилей никогда не участвовал в реальной спасательной операции, так как задача экипажа оперативного КАМАЗа – ликвидация последствий радиационного заражения. Его мирная миссия – это сопровождение спецгрузов и участие в проведении учений. Люди нашего города должны увидеть непосредственно в каких организациях, какая находится техника. В данном случае детям интересно посмотреть на автомобильную технику. Дошкольники оказались самыми любопытными посетителями выставки спецтехники. Не всегда дослушав, что им объясняют специалисты, они спешили быстрее залезть в кабину и почувствовать себя спасателем, который мчится на помощь пострадавшим. Пожарные здесь есть. Четыре пожарных, командир отделения, пожарный водитель. Рассмотреть, а главное потрогать, разрешалось почти все. Некоторым посчастливилось в примере спасательную каску. Зрителям представили все спецоборудование, которое находится на вооружении у спасателей. Здесь мы выставили новые образцы гидравлического инструмента. Детям здесь показывали в работе. И новые образцы водолазного снаряжения. Времени, чтобы рассмотреть и запомнить название различных инструментов и приспособлений, явно не хватало. На какую высоту может поднять коленчатый подъемник? Зачем нужен квадрокоптер? И для чего столько отсеков в пожарной автоцесерне? Вопросы сыпались со всех сторон. Спасатели заверили, что все снаряжение в рабочем состоянии и в любой момент может примениться в реальной ситуации. Всякие были ситуации. Любое оборудование, которое находилось на машине, так или иначе использовалось. Выставка пожарной спецтехники в рамках месячника гражданской обороны проводится для популяризации профити-спасателя и демонстрации новинок оборудования и снаряжения. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.